8 выводов из книги Законы Победителей Пока ты сомневаешься, победители действуют. Каждый из нас мечтает об успехе, но далеко не каждый может превратить эту мечту в реальность. Всему виной рутина, страхи и навязанные обязательства. Но книга Бадо Шефера Законы Победителей избавит от лишнего и поможет обрести успех, который ты заслуживаешь. Стать победителем может каждый, убедись в этом сам. Ты можешь бесплатно скачать книгу Законы Победителей, купить или слушать онлайн. А можешь сэкономить кучу времени и прослушать 8 главных выводов из книги без воды всего за 5 минут. Решай прямо сейчас. Признайся, как часто откладываешь решение на потом в надежде, что проблема сама рассосется. Так вот, когда ты решаешь ничего не решать, на это уходит много энергии. Автор книги пишет, те, кто постоянно откладывает решение, на потом теряют уверенность в себе. Не существует такого понятия, как отказ от решения. Даже если вы не хотите принимать решение, вы его уже приняли, оставив все по-старому. Просто прими решение прямо сейчас, чтобы освободиться и направить энергию в правильное русло. Кстати, в этом тебе поможет следующий вывод. Успеть за 30 секунд. Каждый день мы тратим кучу времени и энергии на выбор. Выбор одежды, завтрака, пути на работу и много чего еще. Чтобы это исправить, Бадо Шофер предлагает тебе челлендж, начиная с сегодняшнего дня, принимая решение в течение 30 секунд. Только сперва спроси себя, какими будут последствия. И стану ли я счастлив? Да, не все вопросы можно решить так быстро, но это лишь редкие исключения. Сделай принцип 30 секунд своей привычкой и переставай тратить время на пустые сомнения. Кстати, больше действий, высасывающих нашу энергию, ты найдешь в Самарик книге «Успеть за 120 минут». Скучай полезно. Когда мы ничего не делаем, частенько чувствуем угрызение совести. Мы почему-то уверены, что обязательно должны быть заняты, но это не всегда так. Если приспичило поскучать, обращай внимание не на давящую тишину и атмосферу одиночества, а на возможности, доступные тебе прямо сейчас. Помни, что каждое мгновение уникально, так что используй их с пользой и в удовольствие. Каждый день важен. Скучать – это нормально, но чтобы не буксовать на пути к успеху, нельзя терять ни одного дня. Заведи привычку спрашивать себя, что конкретно я могу сделать сегодня, чтобы стать ближе к цели. Этот вопрос поможет отыскать ответы, которые помогут осуществить задуманное гораздо быстрее. Используй выигрышную реакцию на проблемы. Из каждой неприятной ситуации мы можем вынести для себя урок, выяснив два момента. Спроси себя, что полезного можно вынести из этой проблемы. «Какие недостатки в моей жизни привели к проблеме?» Эти вопросы помогут избавиться от роли жертвы и понять, что в твоей власти избежать подобных ситуаций в будущем. Запиши их себе и повторяй после каждой ошибки. Негатив – плохой подарок. Если тебя критикуют конструктивно, это неплохо. Но как быть, если кто-то так и сыпет на вас негативом? Бадо Шофер в книге «Законы победителей» дает такой совет. Если кто-то захочет сделать вам подарок, а вы откажетесь от него, кому он будет принадлежать? Тому, кто хочет подарить. Так же со злобой и ненавистью. Эта фраза отлично показывает, как стоит реагировать на подобные высказывания. Собери мотивацию по кусочкам. Если намеченная цель слишком большая, можно очень легко потерять к ней интерес. Мотивация сходит на нет, когда не чувствуешь отдачи. Но не переживай, в книге «Законы победителей» есть хороший способ поддержания мотивации. Разбей свою большую цель на мелкие задачи и придумай себе награду за их выполнение. И помни, что в первую очередь ты стараешься для себя, а не для соседки тети Люси. А еще работать быстрее поможет состояние потока. Обязательно почитай о нем, если еще не пробовал. Старые обиды нам ни к чему. Помнишь, как тебя задирали в школе? А как однажды обвели вокруг пальца мошенники? Если да, то зачем? Вряд ли твои бывшие недоброжелатели вспоминают об этом, но твои плохие воспоминания пожирают кучу энергии. Чтобы было легче, Бадо Шофер советует проговорить. Начиная с сегодня, я никому не буду испытывать негативные эмоции. Я всех прощаю. Звучит как что-то невозможное, но просто попробуй. Начни с каких-то легких обид и постепенно иди к более серьезным. Поверь, простив старые обиды, ты точно станешь гораздо счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok